Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как построить график-функции в Excel из Office 365 Microsoft 365. Вот открываю Excel и сразу же, пока загружается, скажу, что, естественно, Excel 365 немного отличается от старого Excel. Нажимаю новую книгу и, собственно, давайте поставим график-функции. Ну, пускай у нас столбец будет из цифер, значит, допустим, единица, второй это двойка, единица плюс один. Вот, выбираем, выбираем здесь, ставим равно, вот эту клеточку выбираем, плюс и ставим плюс единичка. Вот, смотрите, у нас получается два, но в чем особенность? Можем вот потянуть за вот этот вот квадратик в правом нижнем углу, да, и, собственно, сделать вот такой вот длинный столбец. Вот, нажимаем на второй прямоугольничек, это не квадратик, прямоугольничек, нажимаем опять равно, ближайший, и теперь надо перейти на английский язык, вот он у нас переведен, ставим вот такую вот галочку, это, значит, степень и двойка в степени 2, то есть или в квадрате, вот единица в квадрате, единица, и абсолютно так же для всего столбца, применяем ко всему столбцу, раз, вот так вот, за правый нижний угол, тянем вниз, и все, как видите, вот квадраты. Далее, чтобы построить график функции, необходимо сделать что? Выделить вот это все наше. Ну, кстати, можно и не выделять, он сам автоматически, ну вот, чтобы было лучше, я точно не помню. Ну, ладно, надо ли взять... Давайте попробуем не выделять, действительно, вот так вот. Вот, значит, первое, вставляем, и вот наш график, нет, все-таки выделять надо. Так, выделяем, еще раз, значит, график, вот сюда нажимаем, и график, вот, видите, график функции у нас появился, и далее можем перебирать, вот видите, внешний вид, как у нас устраивает, есть даже объемный, вот. Ну, собственно, выбираем самый простой, ну, какой-нибудь, какой-нибудь, есть даже в процентах, вон, смотрите, Ну, давайте самый стандартный. Далее, вот так его можем перетащить, и нажимая здесь на плюсик, можно редактировать, посмотреть, что есть оси, вот, видите, отключил оси. Мало ли, просто нужен график, да, без осей. Название осей, ну, допустим, абсцисса, дината и так далее. Название диаграммы тоже можно, ну, давайте название оси, метки данных, вот. Вот, видите, то есть, тут еще и подписи, то есть, у каждой точечки есть свое 255, вот, видите, здесь значение, да, вот, чтобы четкие значения были. Хотя, конечно, было бы неплохо, если бы здесь они были, да, на сей игрек, на сей игрек были эти значения. Таблица данных, далее, вот, ниже таблица данных, да, в статистике это часто бывает, так, далее, пределы погрешности, вот они, собственно, сетка, можно вот так сеточку убрать, ну, естественно, сетку поставим. Потом легенда, так, легенду на что? А, легенда, это у нас подписи, первый ряд, второй ряд, ну, понятно, это очень хорошая вещь. Ну, допустим, если у вас много будет графиков, да, тут надо подписи. Допустим, вы можете ряд один, наверное, изменять название, да, и так далее. Ну, я думаю, что можете, сейчас, секунду, закрою. Так что, друзья мои, опять нажимаю, линия тренда, ряд первый, ряд второй, полосы повышения и понижения. Вот, видите, видно, где повышается, да, вот, полоса повышения, да. Ну, это в экономике уже вот так любят, вот такие столбцы везде. Ну, и, собственно, далее можно, конечно, разукрасить, вот, выбрать вот такую, да, смотрите, как красиво выглядит, да, то есть, значение вообще, или вот так вот, смотрите, тут вообще даже с подсветкой, ну, на мой взгляд, ну, всевозможные графики, как только можно. Ну, далее, категории, значения. Ну, ладно, друзья, надеюсь, вам видео было полезно. Да, значит, с вами был Кош Константин. Подписывайтесь на мой канал, обзор полезных бесплатных программ. Всего доброго, до свидания. Так. Где у меня стоп? Ну, пожалуйста, вот так вот. Продолжение следует...